Viewer discretion is advised. Самые угарные розыгрыши, самые безбашенные подколы и самая необычная реакция настоящих людей. Всё это ждёт тебя на канале Рожа Пранк. Не забудь подписаться. Всем привет, дамы и господа. С вами Юрий Хованский, это блог Хованского. И мы по-прежнему будем просто сидеть в кресле и разговаривать, потому что сейчас лето, жара, пот, никуда идти невозможно, ничего делать невозможно, поэтому просто пообщаемся. Сегодня я хотел поговорить с вами на тему киноновинок, точнее изначально я хотел полностью посвятить свой блог Трансформерам, новым, которые вышли. После этого я как-то хотел, задумывал его как блог о комедии Мачо и Боттон 2. Но в итоге оба фильма не то, что разочаровали меня, но оказались настолько показательными, что ли, что я решил поговорить не только об этом, но и вообще о комедиях, о том, что сейчас происходит, о современных каких-то комедиях, о том, что в жанре комедии уже давно не было ничего нового и что мы ходим, по сути, на один и тот же фильм. В общем, много о чём. Обо всём этом мы поговорим сегодня. И напоминаю вам, что если вам нравятся выпуски блога Хованского, а остальные проекты никак от них не зависят, то есть, как бы, если я не буду их выпускать, ничего не ускорится, это просто я сижу, от нечего делать, грубо говоря, разговариваю. Если вам нравится такой формат, как возможность скоротать время в перерывах между основными проектами, можете поставить лайк, подписаться на канал Russian Stand Up, где выходят не только блоги, но и все такие более-менее крупномасштабные проекты. Ну и даже не знаю, что ещё сделать. Можете подписаться ещё на лайк-канал, но это так, для самых искушённых. Ну и, наверное, с отступительным словом закончено, переходим к теме разговора. Собственно говоря, хотелось бы поговорить о Мачо и Ботан 2. Для начала. Я на этот фильм сходил, первая часть мне нравилась, да и вообще, по-моему, всем нравилась первая часть. В большом восторге были Андрей Стригуль, Черников, вот, приятно отзывался. Правда, вторая часть ему не понравилась, но дело не в этом. И поэтому я пошёл, и я действительно посмеялся, фильм хороший, но осадок у меня остался немного неприятный. Но это никак не связано с Мачо и Ботан 2, и именно об этом мы и будем говорить сегодня в блоге. Мачо и Ботан такая добротная комедия, склёпанная по законам жанра, с обычными такими, ну, классическими шутками. Знаете, в большинстве современных комедий все шутки это исключительно, ну, создание ожидания, разрушение ожидания. То, что так любит ваш горячо любимый Ларин. То есть, грубо говоря, нас сначала предрасполагают поверить в какую-то ситуацию, сделать какие-то выводы, а потом показывают, что этот вывод был неправильным, и на самом деле всё очень комично. И, типа, здесь задействован весь комический эффект. Проблема не в том, что это не смешно, это смешно, и существует тысячи, миллионы, миллиарды, наверное, примеров, когда это смешно. Проблема в том, что это начинает уже откровенно поднадоедать. Потому что, ну, вспомните, когда вы в последний раз ходили на какую-то оригинальную комедию, действительно оригинальную. Я не говорю сейчас о том, что регулярно выходит Сетом Роганом. Ну, причём Сет Роган, это ещё, по-моему, верхушка всей этой комедии. Он пришёл на смену Адаму Сэндлеру и прочим гуру комедийного жанра, типа, там, Роба Шнайдера, Бена Стиллера. Но, по сути-то, сколько лет уже мы наблюдаем одно и то же, друзья. Я перестал не точно смеяться, но я сижу, ухмыляюсь на этих комедиях. Но, вот, по сути, всё это так же примитивно и быстро надоедает, как и сетапы, панчлайны вышеупомянутого Ларина. Потому что, ну да, это весело послушать пару шуток, весело, когда там ваш коллега на работе так. Но, приходить на фильм, и вот опять, когда начинаются все эти... Ой, он такой мачо, и он накачанный, а он ботаник, посмотрите на него, он такой толстый, и никто его не любит, а этот, наоборот, компанейский. Но этот тупой. И, знаете, ну в какой момент это просто начинает надоедать? То есть, два героя, которые... Один из них, там, тупой, другой умный, которые постоянно попадают в какие-то комичные ситуации, с которой тот там может сначала один выпутаться, потом может выпутаться другой. В итоге они берут лучшие качества друг друга, становятся лучшими друзьями. Мне очень тяжело, как бы, подвести к тому, что я говорю. Может быть, кто-то даже не понимает, о чём я и такой, типа, чё он пристал? По-моему, отличный сюжет. Но сама вот архетипичность такого юмора, именно то, что он постоянно... Ну, нет такой комедии, скажем так, сейчас, которую вы могли не предугадать, у которой вы не могли бы предугадать конец. То есть, существуют какие-то, конечно, шедевры в этом плане, не то, что в плане неожиданности, но комедии вообще очень разносторонний жанр. То есть, существуют очень какие-то тупые комедии, типа «Новые парни Турбо», например, один из моих любимых фильмов, и они смешные именно потому, что они тупые. И там как раз именно комедия... Ну, вы никогда не можете ожидать, что будет. То есть, нет вот этого идиотского создания, разрушения ожиданий. Фильм просто не перестаёт вас смешить. Он тупой, невероятно тупой. Но этим он и забавляет. Существует, наоборот, очень такая... Ну, не то, что интеллектуальная комедия. Интеллектуальная комедия — это немного не то, но скорее такая не мейнстримовая, знаете, типа «Зомби по имени Шон», например. Что это такое? Когда юмор как раз идёт не оттуда, откуда мы его ждём, а из каких-то таких вот именно визуальных моментов, из каких-то образов именно ассоциаций. Да, но большинство комедий, которые выходят, мне уже, честно говоря, друзья, становится лениво их просто просматривать, потому что это всегда одно и то же. И Мачи и Боттон ни на секунду не отступают от этого канона. Нам создают сюжет, там с ним пару небольших твистов, естественно, чтобы... Но, по сути, весь сюжет — это просто там. Вот вас отправляют в колледж, вы веселитесь, и все эти шутки основаны на том, что два, типа, чувака постарше учатся в колледже. Ну, если кому-то это не надоело со времён фильмов с Анном Сэндлером, или Робом Шнайдером, которого там играет... Роб Шнайдер, который играет школьника, это, кстати, было уморительно, я ещё. Не помню, как называется этот фильм, может быть, в комментах помогут. И самое обидное, что жанр, на мой взгляд, совершенно перестал развиваться, причём перестал развиваться уже очень давно. Всё, что мы видим, это вот однотипные Мачи и Боттон, комедии, которые выходят одна за одной, одна за одной. Очень мало исключений из этого же. А, кстати, я ещё забыл про такие комедии, которые... Ну, они очень нравятся мне, если кто помнит мой блог по Несносному Деду. Я вообще очень люблю комедии с Сашей Баронкоином, с Чудаками, именно из-за того, что там задействована живая аудитория. Кстати, пользуясь моментом, если вам нравится именно жанр вот такой вовлечения живой аудитории, то могу порекомендовать вам канал моих хороших друзей «Рожа Пранк». Я считаю, что в России жанр пранка несправедливо, недооценивается и несправедливо собирает так мало просмотров, потому что если вы взгляните на западные аналоги, то там он просто супер популярен. Там пранкеры собирают миллионы, десятки миллионов просмотров, всякие устраивают штуки типа «Нашествие зомби». Вот канал «Товарищи Рожа Пранк» в принципе не сильно уступает западным аналогам, но просто у нас вот жанр менее популярен. Поэтому если у вас есть какая-то предрасположенность и любовь к пранкам, или если вы просто хотите заценить для себя какой-то новый жанр юмора, то вот, пожалуйста, переходите по аннотации, подписывайтесь, смотрите. Очень веселые ребята, рекомендую. Вот такая небольшая рекламная пауза. И если говорить о рекламных паузах, кстати, в фильме «Матч и Боттен 2», да вот и в тех же «Трансформерах», вот как раз еще и поговорю о «Трансформерах», раз уж сходило на то. «Трансформеры» — это вообще огромный рекламный ролик новый, друзья. Там рекламируется вообще абсолютно все. Все впихнули. То есть я не представляю, сколько денег должен был отдать там доктор Дрея, или кто за то, чтобы его наушники превратились в пистолет, или начали стрелять. Но совершенно ясно, что вот так это и работает. Люди пришли, занесли бабла и сказали, хотим, чтобы вам превратилось в пистолет. И «Трансформеры» — это просто один большой непрекращающийся рекламный ролик. К ним даже и претензий нет, поэтому я и не стал делать на них никакую рецензию. Это так же глупо, как делать рецензию на мою какую-то рекламу финансовой пирамиды, когда понятно, что... И это при том, что фильм практически не то, что отбивается в прокате, а фантастически отбивается в прокате. А относительно Мачо и Боттона — это как один большой рекламный ролик Ламборджини. Я не против рекламы, друзья. Вы знаете, что я не то, что как либерально отношусь к этому, а наоборот, типа, одобряю то, что человек должен зарабатывать на своем творчестве, и создатели Мачо и Боттона ничем не отличаются от меня. Но просто, интересы ради, они собрали... На первый фильм у них ушло 42 миллиона долларов. Они собрали 201 миллион, заработав, ну, более 150. Второй фильм они сняли за 50 миллионов и заработали уже 250 миллионов долларов. Я не понимаю, им тоже нужно на джакузи денег, они тоже хотят переехать из коммуналки. В чем смысл, если у вас есть фильм, который при затратах в 50 миллионов отбивает деньги в 5, блин, раз, и это уже заплачено всем, все получили свои зарплаты от режиссеров, актеров, то есть все это включено в бюджет, и вы отбиваете фильм в 5 раз, зачем пропитывать его рекламой Ламборджини насквозь? Просто не проходит и, наверное, 15 минут, чтобы главный герой... Ламборджини, Ламборджини, вот здорово, Ламборджини! Ну уж прости, что эта тачка не Ламборджини! Ламборджини! Повесим плакат Ламборджини! О, бот он ушел, теперь у меня новый друг, и что? У него тоже плакат Ламборджини! Ты любишь Ламборджини? И я люблю Ламборджини! Т-5! Ламборджини! И знаете, что происходит? Я не хочу спойлер... Ну, это не спойлер, наверное, что происходит в конце фильма. Они едут на Ламборджини, друзья! Я... Если я... Говорит о Трансформерах, там, как бы, очень много рекламы, но Мачо и Боттон 2 выдают просто какое-то фантастическое количество рекламы одного бренда. То есть... И зачем это? Я понимаю, когда речь идет о русских фильмах, которые, в принципе, могут не отбиться в прокате и принести своим владельцам разочарование и огромную-огромную дыру в бюджете. И поэтому им приходится заключать договоры с водочными королями для того, чтобы главный герой... Да и то, даже за русский фильм водка, ну, она мелькает раз... Раза, там, 4-3, и то она успевает надоесть, как Хортица в Вии, там, село Хортица. Но в Мачо и Боттон 2 реклама просто катастрофически забивает. И я понимаю, когда подобное имеет место в мире видеоблогеров, в мире каких-то независимых кинокомпаний, которые могут, например, фильм может вообще не увидеть свет, если в него не вложится инвестор. То есть те же новые парни, они постоянно пьют какую-то марку определенного пива, и понятно, откуда идет это. Ну, в конце там еще это грузовик с этим пивом переворачивается, они все его... Да, но такие фильмы без пива могут вообще не выйти в свет. И лучше смотреть новых парней с пивом. Тем более они и так алкоголики по сюжету, поэтому не суть важно, что они пьют. Но когда фильм идет о каких-то копах, которые помешаны на Ламборджине, по крайней мере, один из них пытается впихнуть это в... Ну, просто представьте себе! И это выдается сейчас за комедию. То есть однотипные шутки, которые, в принципе, ничем не изменились в первой части. Все как в первой части, но только они сами еще самоиронизируют, иронизируют, типа, и все как, типа, в первый раз. Все делаем так же. Но, блин, это сделать все одно и то же, переснять фактически комедию, сказать просто, нифига себе, похоже получилось, да? Внутри фильма и все такие, да, похоже, какие вы самоироничные. Но это, блин, не отменяет того, что это сплошные самоповторы. Еще сложнее с подобными комедиями становится в отечественном кинопрокате из-за переводов. Потому что, ну, по умолчанию, как бы, большая часть юмора построена... Большая часть... Не большая, ну, значительная, скажем так, часть юмора построена на игре слов, на каких-то фирменных фразочках. Вот, если говорить о Мачи и Ботане, раз уж мы рассматриваем все комедии на его примере, помните, в трейлере был, ну, такой вот... В любом трейлере в конце такая шутка идет, хохма, типа, та-та-та, и какая-нибудь смешная фраза чувака, и после этого там, БЛЯТОМ В КИНОТЕАТРАХ! Там была фраза, что ты сейчас это жопой почувствуешь, и вот этот вот Ботан, толстенький чувак, из-за плеча, он такой, типа, ага, с самой дырочкой. И не то, чтобы это было очень забавно, но это было смешно. И я, когда пошел в кино на итоговую версию, я очень удивился, когда этот диалог убрали, и заменили его на какое-то совершенно дебильное, типа, уноси свою задницу, и, типа, этот чувак из-за плеча, типа, если успеешь. То есть, я не говорю о том, что самой дырочкой почувствуешь жопой, это не смешно, но из-за того, что из нашего проката изымают, ааа, не то, что изымают, запрещают, ну, в общем, теперь кинопрокату запрещены все фильмы, в которых содержится ненормативная брань, но жопа-то вроде никогда не являлась ненормативной бранью. Но, видимо, наши прокатчики как-то это неправильно поняли, и решили вообще уничтожить всю нецензурщину в комедиях. И я считаю, что это вообще полностью убьет, как бы, жанр вот таких кинокомедий, по крайней мере, если смотреть их в российском дубляже. Потому что многие говорят о том, что английское «фак», оно не эквивалентно нашему мату. Но на деле-то эквивалентно. «Фак» по телевизору не показывают, запикивают. В штатах «фак» обозначает самый широкий спектр понятий, как и русская матерная лексика. И, кроме того, ну, не доводите же до абсурда. Я видел фильм, где чувак убегал от... как-то от взрыва, или, ну, от огненной волны, и он кричал «Чёрт побери!» Ну, найдите мне, покажите хоть одного человека на свете, не знаю, там, в России, который, когда будет убегать от огромного огненного взрыва, будет кричать «Чёрт побери!» Я не знаю даже, насколько это голубое. И, обратите внимание, я вот не люблю Гоблина. У него нет ничего, кроме голоса интересного. И переводы его не самые правильные, да и переводит он, скорее всего, не сам. Ему помогают люди. Но, если говорить, сравнивать переводы Гоблина с... Я не говорю о смешных переводах. Да, простите, пожалуйста, смешных. Они смешные, только если вы в восьмом классе учитесь, или если вы умственно отсталый. Нет, мы говорим о правильных переводах Гоблина, которые тоже не очень правильные. Но, насколько лучше они воспринимаются, потому что, ну, это же просто характер киногероев. Это же то, что они говорят «жопа!» Ну, не может, там, какой-то злодей или бандит с улицы. Он не может выражаться «Чёрт побери!» Естественно, он будет ругаться матом. В английском языке он будет крыть «фак, фак, фак». В нашем, соответственно, нужно переводить так, как нужно переводить. Нужно помечать там, содержать ненормативную лексику. Это западная практика. Не продавать билеты детям до определённого возраста, но полностью изымать мат из кинопроката. На мой взгляд, это ставит совершеннейший крест на комедии как таковой. Так что, если говорить о каких-то ожиданиях, то я уже ничего не жду. По крайней мере, смешного. Ну, может быть, я надеюсь, что меня повеселит «Тупое ещё тупее 2», но, знаете, это так просто из-за того, что мне нравилась первая часть, скорее всего. Из-за каких-то воспоминаний, ностальгии, возможно, чего-то такого детского. Ну и к тому же, это же Джин Блин Керри, они же гуру комедии в конце концов. Они могут что-то показать. Понятно, что они уже старички, и что очень много людей будет писать, типа, вот, старпёрам уже делать нечего, решили там бабла под конец карьеры срубить. Но мне, в принципе, нравится это, я с нетерпением жду, я надеюсь, что хоть это меня не подведёт. По крайней мере, это будет не очередной мачо и ботан американский пирог. Ну, кстати, зря про американский пирог. Американский пирог – это классика, если говорить вот первые три части. Ну, раз уж мы поговорили о комедиях, немного отвлекусь. Такое, я уже... Уже надо заканчивать, но я ещё поделюсь своим мнением относительно американского пирога. Люди не понимают, что про секс-то на самом деле только первый американский пирог. Второй американский пирог – про любовь, третий – про дружбу. А последний вот пирог про то, что, наверное, не стоит забывать старых друзей, или скорее даже про то, что люди взрослеют и меняются со временем. А между этими американскими пирогами всё про говно, даже не смотрите. С четвёртого до Рьюниона там жуткая беспросветная параша. Но я просто говорю скорее о жанре молодёжной комедии, которая ничем уже не может удивить. И именно так я и перехожу к основной теме нашего... Ну, не теме, а то, ради чего, собственно говоря, затевался весь блок. Видите ли, друзья, у нас есть некоторые идеи, некоторые наработки для определённого проекта. Есть даже ещё и сценаристы, есть какие-то конкретные проекты, которые нас вдохновляли, и которые оказывают на нас влияние. Но мы совершенно не можем понять, что нужно интернет-зрителям. То есть, как показывает практика? Вот когда Бродвей попытался выпустить в интернете сериал «Миллионеры», который, в принципе, был под ТВ и юмор сделан, интернет его не принял. То есть, не имеет никакого смысла ограничивать себя телевизионными рамками, если ты действительно не собираешься издавать что-то на телевидении. Здесь всё понятно. Но чего именно хочет интернет-общественность от вот такой классической комедии? Я искренне надеюсь, что не «Мачи и Боттон 2» и что-то такое. Поэтому, может быть, вы сможете нам немного помочь в нашем исследовании, если буквально напишите несколько вещей. Последняя интересная комедия, которую вы видели, ну, скорее, причём, знаете, по дате выхода, нежели по тому, как вы её смотрели, потому что вы могли недавно и «Жандарма» с Луида Фюнессом посмотреть и написать, как же здорово. Такая из последних, что вам больше нравится, что вас больше привлекает из направлений, какие режиссёры, может быть, конкретно, какой юмор более востребован в интернете, кто из, не знаю, из актёров, из типажей каких-то больше всего западает в душу, ну, понятно, что там «Зак Галифианаки», «Сет Роган», но я, скорее, в более таких общих чертах... Ну, вы поняли, надеюсь, что я имею в виду. Сейчас пока лето, в любом случае, заниматься мы этим будем осенью, пока пробиваем финансирование, делаем всё. Но если вы хотите поддержать, то вот буквально черканите пару строчек в комментариях относительно того, что бы вы хотели видеть, какие нам искать ориентиры и на что нам рассчитывать от вас, на какую поддержку, чтобы вы... То есть, пошли бы вы, может быть, на закрытый показ за деньги, может быть, посмотрели бы в онлайн кинотеатре типа «Айверу», или вы бы всё равно не стали платить, или вы бы заплатили за просмотр, если бы вам понравилось. В общем, ну, вот такие моменты. То есть, грубо говоря, сегодняшний блог у нас получился такой. Я немного поговорил о комедиях, немного соберу статистики, и на этом, думаю, можно закругляться. Надеюсь, что в следующий раз будет что-то интереснее. Например, там, примут какой-нибудь закон, что пердеть, например, нельзя в общественных местах, и за эти два года тюрьмы дают. Не знаю, ничего нельзя исключать, друзья. Всякая чертовщина происходит в последнее время в России. Can't stop us, let us try, for heavy metal we would die. Ну вот и всё, друзья. На этом и заканчивается сегодняшний блог Холландского относительно современных комедий, Мачо и Боттон 2 в частности. Если вам понравилось, это такая небольшая беседа, рассуждения, вы можете поставить лайк под этим видео. Влоги собирают очень мало лайков на основном канале, поэтому, может быть, хоть сейчас, если вам понравится, мы наберём двадцаточку. Не позорите. Уже в интернете становлюсь менее популярным, чем у Сачев. Ну, понятно, в принципе, гей-лобби, гей-пропаганда, гей-парады, всё такое. Подписаться на канал Russian Stand Up. На сегодня всё, с вами был Юрий Холонский. Всего вам доброго!